Всем здарова! Вы на канале Никита Крылова. Погнали! Он называется. И я прямо сейчас решил для вас записать видосик, находясь в прекрасной стране Египет, о том, что же меня бесит больше всего в этой стране. Да, да, не удивляйтесь. Несмотря на то, что я здесь достаточно часто бываю, меня, как нормального человека, есть то, что раздражает. Итак, погнали! Ну, во-первых, они очень медлительные. Я не знаю, как это, с чем это связано. Ну, если, конечно, их не замотивируешь определенным образом, финансовым, естественно, то они очень медленные, прям очень. Например, они могут долго пить кофе, да, в общем, все, что угодно. Они никуда не спешат, потому что, ну, потому что у них такая жизнь размеренная. Солнце греет, что, в принципе, тепло, в принципе, хорошо, все отлично, все идет по плану. Несмотря на то, что там, например, там, ну, вот где-нибудь очередь в баре, это не значит, что необходимо ускориться. Нет-нет, зачем это делать? Можно просто не спеша разливать себе напитки и все. Ну, я думаю, кто был в Египте, тот с этим тоже сталкивался. Еще, например, в магазине то же самое. Они очень медленно обслуживают одного, потом второго. Этот пункт мне не нравится. Желание наживиться на вас. Да, это, в принципе, везде, в любом курортном городе, поэтому не будем здесь прямо-таки говорить на египтян что-то нехорошее. Ну, на самом деле, да, здесь такое есть. Я думаю, все об этом знают. И начинается это откуда? Начинается это с аэропорта, где, когда вклеивают визу, вам могут навязать какие-то дополнительные услуги, которые не стоят тех денег. Например, там, заполнить анкету, хотя это делается элементарно. Вот, например, вклеить визу, хотя вклеивается она бесплатно. Вот, ну, виза вообще стоит 25 баксов. Да, это, правда, такое дело. Что еще могут? Например, вам предложить тележку в аэропорту, которая тоже будет стоить денег. Вам могут предложить там, вас могут в такси, ну, как это назовем, не надурить, не... Ну, в общем, попросить вас переплатить сумму. На самом деле, все это гораздо дешевле. То же самое в магазинах. В магазинах вас могут, как бы, предложить купить товар по достаточно высокой цене. Это тоже дело ваше. Хотите вы это делать, не хотите. В общем, это есть. Это, я думаю, никто отрицать не будет. Но это есть не только в Египте. Это есть на любом курорте. Поэтому, я думаю, об этом тоже стоит говорить. В общем-то, вот желание наживы как-то... Иногда оно, конечно, настроение портит. Но, в принципе, когда ты это знаешь, когда ты к этому правильно относишься, то все становится на свои места. И можно спокойно отдыхать. Спрашивание чаевых. Вот я очень люблю, когда чаевые ты даешь за хорошо оказанную услугу. То есть тебе оказали услугу, тебе понравилось, и ты, естественно, даешь на чай. А когда это происходит, например, заранее, то есть тебя плохо обслуживают где-нибудь там в баре, не знаю, тебе, может быть, там дадут какое-то грязное полотенце, что-то еще для того, чтобы... Или же бывает такое, что тебя заселяют изначально в не очень хороший номер для того, чтобы потом ты подошел на ресепшен и дал им определенную сумму для того, чтобы тебя переселили. Если, например, тебе отнесли чемодан, и ты даешь, например, там доллар-два, они говорят, о, не-не-не, надо пять долларов, еще что-то. Вот это все мне не нравится. Чаевые, считаю, это такая штука, она должна идти от души. Кстати, мне в комментариях даже писали, что это не только Египт. В принципе, это проблема тоже многих курортов. В Турции в том числе тоже самое происходит. Например, вот ланчбокс, ты подходишь забирать на ресепшен, и в комментариях мне писали, что он, ну, не знаю, как это, видимо, не хотел отдавать, пока ты не дашь какие-то чаевые. Человек вроде как дал доллар. Это не моя история, повторюсь. И он был недоволен, что так мало. В общем, здесь, да, здесь, я думаю, есть это. Но со мной лично, в принципе, этого практически не происходит. Очень-очень редко, когда я вижу, что человек действительно просит какие-то чаевые, ну, или как бы выпрашивает. Ну, я чаще всего люблю чаевые давать в виде сувениров. Почему? Во-первых, им безумно приятно, когда вы даете шоколадку, когда вы даете семечки. Семечки они любят, черные любят маленькие, да, наши, любят белые очень сильно, шоколад они наш любят. И они, наверное, не знают его стоимость. Нам это дешевле доллара даже, да, бывает. Шоколад тот же стоит или что угодно. А для них это безумно приятно, потому что ты привез из другой страны, потому что ты позаботился о нем. То есть, вот, в принципе, такой вам лайфхак, как сэкономить. Ну, я думаю, многие о нем уже знают. Как сэкономить и очень порадовать. Даже замечал, когда уборка номера идет, оставляешь ты, например, доллар или оставляешь ты пачку семечек. Вот за пачку семечек убирают лучше. Не поверите. Я проверял лично. Поэтому тут вот такой вопрос. Ну, когда прям выпрашивают, не люблю. Разное отношение к туристам. Естественно, разделение идет по национальности. Тут, наверное, связано это с чаевыми, мне кажется. Я лично наблюдал, когда там из Германии, например, люди там... Ну, в общем, не будем страны называть. Там Евросоюз. Называем страны побогаче. Они дают там 5 евро официантам в ресторанах, да, вот где все едят. Из-за того, что те официанты носят им, например, напитки какие-то из баров. То есть то же самое они на барах оставляют. Они дают чаевые часто вот тем, кто на пляже сидит, там, чтобы лежаки занимали. В общем, они, мне кажется, более щедрые. Мне так кажется. Повторюсь. Хотя, наверное, я не прав, если честно. Потому что многие наши тоже оставляют чаевые. И там, и там, и там, и там. Ну, вот почему-то я замечал действительно, что есть такие отели, в которых более лояльно относятся к нациям, там, англоговорящим, к немцам, к французам. Бывает даже, что разные браслеты дают. Но чтобы какой-то такой вот прям категоричного такого очень сильного разрыва нет. В принципе, я такого не наблюдаю. Ну, в чем это может быть проявляться? Могут, например, налить там в пластиковый стакан. А если ты будешь там из другой страны, то тебе могут налить в стеклянный стакан. В чем еще может проявляться? Вот, например, бывает, что они пытаются тебе там растворимый кофе налить, а другим такой настоящий заварной кофе сделать. Вот в каких-то таких мелочах. Но, в принципе, если ты просишь, дайте мне, пожалуйста, вот это. Они все дают. Но сами инициативу не так сильно проявляют. Тут такое дело. Если вы, кстати, сталкивались с тем, что было очень сильное разное отношение к нашим туристам и англоговорящим, назовем так, или там итальяноговорящим, французоговорящим, немецкоговорящим, вот, то можете написать в комментариях, потому что мне когда-то рассказывали истории, что прям вообще там, например, и не пускали куда-то, что-то такое. Какие-то прям ужасы рассказывали. Но я сколько был в Египте, у меня ничего, ничего такого не было. Иногда, кстати, сам просто для интереса, хитрости такой вот обращался. То есть подходил на бар и говорил там на немецком или на английском языке. И, в принципе, делаю это постоянно. Это не так сложно. Свай, чего там надо, вот, кока-кола, например, или там бир, например. И все, без проблем, все хорошо. Поэтому, не знаю, с этим особой проблемы нет. Но то, что вообще это вот какие-то зачаточки есть, это уже нехорошо. Что меня еще бесит, но это, в основном, не касается курортных, это не касается, да, конечно, курортных городов, точнее, курортных улиц, курортных городов. Это грязь. Почему-то очень много грязи. Я не знаю, как это так происходит. Тем не менее, вот в домах у них, в основном, чисто. Все хорошо, но на улице. Ну, как мне объясняли, нация сейчас идет, как бы, по пути исправления этой ситуации. Например, вот, да, мы там жалуемся на то, что на улице грязно. Но, тем не менее, уже они запретили пластиковые пакеты. И сейчас мы смотрим, что даже ланчбоксы они выдают в таких бумажных, многоразовых. Не бумажные, это, наверное, тканевые больше можно назвать. Поэтому, вот, есть какие-то свои плюсы и минусы. Но, если вот смотреть, например, Каир, там много очень районов мы посетили. Мы посетили, вот, там ездила в Луксор. Да, в общем, проезжаешь, когда вот, где местные живут, как-то так. Вот, нет у них такой, знаете, культа чистоты. Иногда это не нравится. Но, когда ты, в принципе, едешь и ты принимаешь, понимаешь, куда ты приехал. Ты понимаешь, что это другая культура, что это все другое. То, в принципе, все становится на свои места. Но, тем не менее, принимаешь, ты не принимаешь. То, что это меня раздражает, это, я думаю, нормально. Поэтому, вот, вот этот пункт тоже для меня важный. Все, друзья, это были такие пять главных вещей, которые меня раздражают, бесят здесь в Египте. Но, я вам скажу честно, здесь очень много плюсов. Просто чрезвычайное количество. И самый главный плюс, это, конечно же, их природа, их историческое наследие. Самый главный плюс, это просто солнце, вот я вам скажу. Ты здесь греешься, ты здесь получаешь заряд килокалорий, ты здесь купаешься в море, и это уже сглаживает большинство любых минусов. Поэтому я люблю эту страну. Мне здесь нравится, я ее регулярно посещаю. Думаю, вы в том числе. Если нет, то надеюсь, что вы будете это делать. Но есть, конечно, и те, кто вот один раз побывал, и что-то у них не сложилось. Наверное, они ожидали чего-то другого. И поэтому, когда ожидания и реальность не совпали, им это не понравилось. В общем-то, хочу завершить это видео тем, что я не хотел никого обидеть. Египтяне скажут, нет, нет, у нас нет этого. На самом деле, конечно же, есть правила, есть исключения. Я говорю то, что увидел я. Может быть, я не прав. А может быть, прав. Кто его знает. Но это лишь мое мнение. Все, друзья. Всем удачи, всем всего самого-самого наилучшего. Оставайтесь на канале, ставьте подписочку, ставьте колокольчик. Заходите в инстаграмчик, будьте счастливы, путешествуйте и радуйтесь жизни. Все, пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok